Периодическим переименованием улиц, площадей и переулков давно привык, как и сносу памятников вождей. Помню, как на степовой угол Испитальной, как раз напротив районного ЗАГСа, стояла многофигурная композиция. Между товарищами Лениным и Сталиным сидел Малыш. Лидеры мирового пролетариата, видать, по замыслу творца, чего-то гуторили ребятенку о светлом коммунистическом будущем. После 1956 года Иосифа Виссарионовича убрали отовсюду. Ну, как его убрать? С лавки рядом с Владимиром Ильичом. Долго не мрочились. Просто монументальная наглядная агитация исчезла внезапно, под покровом ночи. С улицами дело обстояло проще и сложнее. Сколько себя помню, в советские времена уютную улочку имени Карла Маркса устойчиво называл Екатериненской Абагдана Хмельницкого госпитальной. Пришла перестройка, и мой приятель почему-то краснее признался. Знаешь, ну я теперь таксисту называю вместо Большой Арнаутской Чекалова, а Софиевскую упорно именую Короленко. Что это? Ведь до переименования все было наоборот. Не бери в голову, успокоил его. У меня точно такая же ситуация. Потом мне друг-психолог долго и мудренно объяснял что-то об оппозиционности человеческого мозга. Разумеется, по-научному. Глядя то ли на проект решения руководства областной государственной администрации, то ли на уже действующий документ, искренне жалею его авторов. Во всем мире Валентину Терешкову почитают как первую на планете Земля женщину-космонавта. И то, что она с марта 1962 года была членом КПСС, никого из землян не колебало. Планета радовалась, что в космос взлетела женщина. Точка. Никому в голову не приходила мысль связать полет с партийностью. Разумеется, кроме работников идеологического фронта. Великий критик и демократ Виссарион Белинский бывал в Одессе, лечил свои слабые легкие. Понятно, его честь появилась улица в Южной Пальмире. Естественно, Виссарион Григорьевич к голодомору нынешней ситуации в Крыме и Донбассе не имел никакого отношения, как и ко всему государству Украина, которого при нем просто не существовало. Его-то чего-то уконтрапупили знатоки из областной государственной администрации. Он чем не угодил? Что в родословной великого литератора вызвало возмущение и его решили декоммунизировать? Если идти по такой дорожке, то у меня возникает претензия к самому губернатору. Может, Михил Николозович запомятовал, что в старших классах был заместителем секретаря комитета комсомола школы номер 51 в городе Тбилиси, где он учился? А вот в Википедии сей факт отражен. Таковое из двух персонажей требуется декоммунизировать Белинского или Саакашвили. Глядя на всю эту вакханалию с переименованием, у меня возникло простое, как овощи на прилавке рынка, предложения. Давайте поступим как в Нью-Йорке. Там улицы записаны по номерам. Последуем примеру Соединенных Штатов Америки. И никаких проблем. Ну кто тогда из украинских буйных чиновников сумеют увидеть идеологическую подоплеку в названии 22-я улица? Кто? Субтитры подогнал «Симон»!